Макиевчанин исчез из списка граждан Украины. Пока Сергей Рыбин был на заработках в России, его дом снесли, а данные о регистрации пропали из всех документов миграционной службы. На месте, где жил мужчина, построили гаражи. Но оттуда выписаться еще сложнее. Где-то на этом месте была моя калитка, а сюда, ближе, вот тут был мой дом. Сергей Рыбин около пяти лет был на заработках в России. Когда приехал на родину в Макеевку, на месте своего дома увидел восемь гаражей. Оказалось, после смерти отца, жилища несколько раз сжигали, руины снесли местные власти. Согласно акту обследования 2005 года, Горсовет признал дом непригодным для жилья. Так как земельный участок по данному адресу не приватизирован, собственность в аренду и в пользование никому не передан, то Макеевский городской совет на основании земельного законодательства распорядился землями коммунальной собственности и передал их в собственность гражданам, которые изъявили желание построить на данном месте гаражи. И если юридические основания для продажи земельного участка нашлись, то выяснить, как и по какому праву человек с пропиской в паспорте исчез из всех официальных документов, сегодня невозможно. Такой архив хранят всего три года. Даже если он был снят с регистрации, на сегодняшний день мы не можем проверить, потому что заявления и документы хранятся по нашим нормативным документам три года. Сергей Рыбин не может выписаться. Паспортом в столе ему отказали, так как мужчина не значится у них в документах. Лишь после того, как Сергей пришел в миграционную службу со съемочной группой телеканала «Донбасс», ему посоветовали выход. Написать двойное заявление. Одно о постановке на учет на новом месте, второе о снятии с учета по старой прописке. Независимый адвокат Александр Изотов считает, за то, что Сергея сделали бомжом с пропиской, госорганы должны понести ответственность. Первое, что ему нужно, я считаю, это попытаться доказать, что органы, которые сняли его с регистрации, которые сняли его, вообще убрали из списка граждан Украины, признать их действия недействительными, противоправными. Макеичанин не теряет надежды, если не вернуть свою недвижимость, то хотя бы получить какую-то компенсацию. Поэтому пишет жалобу уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. Прописка у меня, вот, Вавилова 65, здесь я прописан до сих пор. Любой гараж мой, да, можно протискать, вот я здесь живу, пустите меня, пожалуйста, домой. Александр Наумов, Виталий Богайчук, телеканал Донбасс.